Восьмой урок. Предложение, которое вы видите перед собой. Во многом, конечно же, повторение, но мы вводим новые элементы. Правильно? Давайте тогда сразу знакомиться с материалом на сегодняшний день. Лабден. Всем известно. Как видите, здесь такой небольшой рассказ. Анна рассказывает о себе. Это то, что мы должны уже к этому времени уметь. Рассказать немножечко о себе. Попробуйте такой рассказ. Запишите. И потом сделайте такую тоже голосовую запись. В принципе, на всех телефонах. Даже обычно есть возможность записать. Или, может, видео себе записать. Расскажите о себе. Вот в таком же стиле, как рассказывает о себе сейчас Анна. Давайте. Маны зовут Анна. Меня зовут Анна. С одной стороны, это предложение, которое нужно просто, как говорится, вызубрить. Маны. Саутс. Маны. Саутс. С другой стороны, мы знаем, что это форма маны. Мы, да, это от слова эс, я. И оно отвечает на вопрос, кого что. Меня, кого что, зовут. Причем, что мы помним в отношении саутс. Давайте мы здесь это слово еще раз напишем отдельно. Саутс. Саутс. Это глагол, естественно. Зовут. Причем в латышском очень выгодно. Это и зовет один человек, и зовут много человек. Поэтому, если, например, я говорю, что кто-то меня зовет, и понятно, что такое значение тоже есть. Например, кто-то меня вот зовет. Я сижу дома, а кто-то меня зовет. Это будет то же самое. Например, моя сестра меня зовет. Напишем. Мана. Масса. Маны. Саутс. Саутс. Какая замечательная экономия. То есть, саутс, это будет и он зовет, и они зовут. Супер. Следующее предложение. Помним, что мы учим числительность с вами не по порядку, а в разброс. Диви. Мы знаем. Десмит. Мы знаем. Диодесмит. Тоже все понятно. Это 20. Мы уже с вами учили. Еще раз повторим. Ман-Ир. Диодесмит. Диви. Гады. Дальше. Новенькое слово. С. Страдаю. Скола. Страдат. Ой, как похоже на русское страдает, правда? Да, есть очень много шуток на эту тему. Давайте напишем отдельно. Страдат. Страдаю. Как важно правильно выговаривать все длинные, долгие звуки. Страдаю. Опять-таки видим. Я говорю о себе, поэтому окончание будет ЙО. У. Да? Страда-Ю. У. Окончание. Да. Страдат – это работать. Как я и говорила, много шуток на эту тему есть среди русских, которые живут в Латвии. Часто можно услышать. Ну, где ты страдаешь? Вот оно отсюда. И очень легко запомнить «страдаю», ну, почти что страдаю. Правда? Единственная разница в чем? Да. Страдат. А. А. Привыкаем. Да. Это обязательно, потому что тогда вы будете говорить красиво по-латурски. Значит, еще раз. ЭС. Страдаю. Скола. Сколу мы помним. Скола. Скола. О. Это школа. Скола. Скола. Это школа. И если у нас скола, то мы знаем, что это было где? В школе. В школе. Я работаю в школе. ЭС. Страдаю. Скола. Ну, и, соответственно, если уж я работаю в школе, то, скорее всего, я училка. Вот. ЭС. Эсмо. Сколутая. Немножечко, может быть, сложновато выговорить, но давайте потренируемся. Сначала только гласные. У. 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 А. У. У. А. А. ЭС. Эсмо. Сколутая. Как вы понимаете, всегда лучше говорить медленно. Намного легче. Сейчас научиться говорить медленно, 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 а потом со временем перейти на более быстрый темп, чем наоборот. Сейчас научиться говорить быстро и, соответственно, где-то пропустить какой-то правильный звук, а зато потом эти звуки все-таки нужно будет нагонять. Зачем? Вот представим себе, если бы какой-то иностранец говорил по-русски. Вот он. Я учусь и говорю медленно. Вам это не мешает. Вы понимаете, что человек учится. Но если тот же самый человек старается говорить быстро, то есть в естественном темпе, по-русски мы говорим достаточно быстро, он говорит в естественном темпе, по крайней мере старается, делает кучу ошибок, какие-то звуки неправильно произносит и так далее. Ну, правильно, нам первая ситуация намного более симпатична. Поэтому давайте так и делать. Будем говорить медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Так все время мой дедушка говорил. Да, надо все делать с чувством, с толком, с расстановкой. Вот мы так и будем. Эс – это я. Эсму – я есть. Да-да, наш любимый глагол-связочка. Сколота я. Я учительница. Эс – эсму. Сколота я. Дальше выражение, которое мы уже знаем. Прямо вот это все предложение мы давно уже можем сказать. Манпатык мансдерпс. Манпатык мансдерпс. Мне нравится. Моя работа. Что мы сразу замечаем? Дарпс по-латышски – это он. Мужского рода заканчивается на эс. Соответственно, смотрите, манс тоже заканчивается на эс. По-русски работа – это она. Но по-латышски – манпатык мансдерпс. Что я вам советую? Просто вот зазубрить это предложение. Возьмем даже листочек, выпишем его, приклеим на холодильник или на входную дверь и так далее. Это вообще самый такой хороший вариант, как какое-то предложение. И я сразу вам советую учить именно предложение. Как какое-то предложение, свой мозг записать, чтобы оно там было навечно. Выписали, повесили. Причем холодильник – это, как говорится, классика. Но тоже очень мне помогает входная дверь. Две двери у меня. И поэтому, когда первая дверь уже открыта, то тогда, вот пока я ковыряюсь в замке второй двери, все, что у меня там написано, например, какие-то слова и предложения испанского языка, я успеваю это еще раз всегда прочитать. Потому что, ну, естественно, открывание двери – это уже такое механическое действие. Тут мозги обычно прикладывать не надо, если, конечно, вы не потеряли ключ. Поэтому мозг в этот момент свободен, глазки свободны, можно смело посмотреть и еще раз у себя это вот так где-нибудь отметить. Поэтому, да, если есть такая возможность. Или можно, если у вас одна дверь, а не две, все-таки, ну, не надо, может быть, не знаю, соседям сообщать, что вы учите, хотя с другой стороны какая разница. В любом случае можно на входной двери со стороны квартиры. Правда? Да. Равно, как и в других местах, попробуйте, куда можно вешать слова на листочках, даже не слова, а предложения. Значит так. Мне нравится моя работа. Теперь мою сестру зовут Мария. Вот, смотрите, наш саут, со которым мы опять уже сегодня поговорили. Привыкаем потихонечку к глаголам, правда? Вот, понимаем, что, например, глагол саут мы используем так. И, ну, хотя, может быть, это не самый употребительный глагол, ну, кроме того, чтобы сообщить, как меня зовут, какое у меня имя. Но он нам поможет привыкнуть к определенным грамматическим формам, поэтому мы радуемся тому, что он так уже легко у нас ложится вот на слух, и, может, так легко это все сказать. Значит, ману-масу, саут-мария. Почему здесь ману-масу? Правильно, потому что зовут кого-что. Кого-что. Вот он, вот она эта форма. Да, я зову кого-что. Мою сестру. По-русски тоже мы не говорим моя сестра, а зовут ни в коем случае мою сестру. Вот оно, ману-масу. Причем, как вы помните, в латышском языке вот эти вот все формы поддержные, они такие очень выгодные, да, тут много где заканчивается на у и так далее. Супер, правда? Ману-масу саут-мария. Ману-масу саут-мария. Дальше, если мы говорим, у моей сестры есть что-то. У кого-чего. У моей сестры в латышском языке это вот действительно, как бы это тот поддерж, который вот кому-чему. Классно, да, что не надо придумывать новую форму, мы используем ту же самую форму, когда вот мы говорим кому-чему. По сути, часто это, если я перевожу дословно, то здесь сказано так. Ману-масу ирсунс. Моей сестре есть собака. Возможно, вы даже слышали, что кто-то из латышей так говорит. Правильно? Потому что просто они со своего языка переводят дословно. Моей сестре. Мы так делать не будем, мы будем по-латышски говорить правильно. Просто пытаемся понять, откуда вот растут какие-то корни и использовать это для себя, да, в свою пользу. Значит, маной-масой. Маной-масой ирсунс. Моей сестре есть собака. Да-да, у моей сестры есть собака. Но в то же самое время, почему я опять употребляю это моей сестре, ну, подумайте, давайте сделаем такое предложение. Этот подарок моей сестре. Ши давана ир маной-масой. Вот, та же самая форма. Привыкаем, что вот она, та же самая форма. Очень выгодно. То есть, как только мы представили себе, что что-то для кого-то, что-то для кого-то, то вот это будет форма маной-масой. И понятно, что мы грамматически не всегда будем использовать для, да, по-русски тоже. Но вот, маной-масой ирдавана. В данном случае это у моей сестры. Да, но вспоминаем, что вот как вот иногда кто-то говорит, да, моей сестры есть. Та же самая форма. Форма очень супер выгодна. Маной-масой ир. Маной-масой ир. Сунс. Сунс кто? Да, Сунс у нас это собака. Причем она опять-таки мужского рода. Ну, то бишь, мы можем запоминать его как пёс. У моей сестры есть пёс. А теперь дальше. Мне нравится. Ман-патык. Что мне нравится? Манас-масас-сунс. Как интересно. То есть, если дословно. Мне нравится моей сестры-собака. Опа! Что это? Очень просто. Вернемся к названию улиц, которые у нас вот написаны везде на синеньких табличках. Если бы мы по-русски сказали улица, ну, допустим, свободы, улица революции, то где у нас будет вот это слово, которое вот самое главное, не улица, а второе? Да, оно будет после. То есть, улица такая-то, улица того-то. А по-латышски как? Правильно. Бри-ви-би-би-с-и-ла. То есть, получается, что вот это вот слово, которое стоит в падеже чего, да, улица чего, оно будет стоять первым. И это правило, оно сохраняется всегда. То есть, если мы хотим сказать собака моей сестры и собака кого-чего, то это тогда будет моей сестры собака. Вот именно так. Всегда вспоминаем улицу. Бри-ви-би-би-с-и-ла. Если была бы улица революции, это было бы револуции-с-и-ла. Да, такой улицы, насколько мне известно, нет. Но возвращаемся теперь к нашему предложению. Мне нравится собака моей сестры. Немножечко надо будет привыкнуть, но сразу вспоминаем название улиц. Сначала у нас, как говорится, главное слово в том смысле, что чего, да, улица чего, собака вот чего или кого. Сначала это, и потом тогда сам объект. Вот улица, собака или что-то другое, книга, все что угодно. Это будет в конце. Значит, еще раз. Давайте даже вот это предложение тоже выпишем для себя и повесим куда-нибудь по той простой причине, что к этой форме нам нужно привыкать. Man partake, manas, masses, sons. Да? Следующее предложение, вот Анна продолжает о себе рассказывать, предложение, которое мы знаем и любим, эс, дзи-во-ю, ри-га. Да? Ри-га в Риге, о, дзи-во-ю, нужно произносить красиво. Расскажем немножко о Риге. Ри-га ир-ска-и-ста. Ри-га ир-ска-и-ста. Еще раз. Ри-га ир-ска-и-ста. Простое предложение, но вспоминаем, что нас с вами нужно привыкать к использованию ир. Глагола связочки. Нужно, но мы уже привыкли. Правда, у нас уже восьмое занятие, мы вообще уже большие специалисты по латышскому языку. Ну что, немножко новенького, правда? Вот здесь. Manu d'iro sauts Andres. Моего мужа зовут Андрей. Зовут кого? Что? Смотрите. Manu, Masu, Sauts. А здесь Manu, Weiru, Sauts. Wirs, он, конечно же, мужского рода. Правильно? Он же муж. Wirs, давайте мы его напишем. Wirs, это муж, он, конечно же, мужского рода. И поэтому Manu, Weiru, мой муж. Но когда мы говорим зовут кого? Что? То мы используем эту форму Manu, Weiru. Что мы уже заметили? Manu, Weiru, Manu, Masu. Они полностью соответствуют. Опять у нас УУ. УУ. Замечательно. Так будет не всегда, но если мы говорим о словах женского рода, которые заканчиваются на А, ну, например, та же Мария или Маса, то тогда так и будет Sauts. Кого? Что? Масу, Марию. Или же, если у нас слова мужского рода, как Wirs, которые заканчиваются на С. Вот тебе, пожалуйста. Будет то же самое. Sauts. Кого? Что? Manu, Weiru или Андрею. Например, я зову Андрея. Да, вот. Давайте напишем это выражение. Es, Sauts. У. Конечно, если я что-то делаю, будет У. Es, Sautsu, Андрею. Я зову Андрея. Вспоминаем, если я что-то делаю по отношению к кому-то, у нас очень четко прослеживается УУ. Es, Sautsu, Андрею. Es, Sautsu, Марию. Es, Sautsu, Масу. Чтобы немножечко разбавить, давайте другой глагол используем, который мы тоже уже очень хорошо знаем. Es, Rezu. То же самое. Используют тот же самый поддержки. Я вижу, кого что. Es, Rezu. Mariu. Es, Rezu. Andre. Es, Rezu. Viro. Es, Rezu. Masu. Es, Rezu. Es, Rezu. Es, Rezu. Прекрасно, да? Я вижу, кого что. Es, Rezu. И дальше тоже У. Если это было женское слово на А или мужское на С. Очень удобно. Все имена, в принципе, почти все имена, кроме очень редких, входят в эту категорию. Поэтому очень многие вещи мы уже можем хорошо сказать. Значит так. Моего мужа зовут Андрей. Manu. Viro. Sauts. Andres. Предложение из предыдущего урока. Он архитектор. К чему нам надо привыкать? Конечно же, к использованию глагола связки. Ир. Винч. Ир. Архитект. И последнее предложение от нашей подруги Анны. Она говорит. Ман-Ир-Мейта. Ман-Ир-Мейта. Ну, Ман-Ир-то, конечно, для вас не в новинку. Мейта. Кто это? Это дочка. Ман-Ир-Мейта. Ман-Ир-Мейта. Мейта. Дочка. У меня есть дочь. У меня есть дочь. Вот. Пожалуйста. Мейта. Опять-таки, женского рода. Понятно. Заканчивается на А. То есть, соответственно, если бы мы сказали, я вижу мою дочь, как бы мы это сказали? Вот у нас Эс-Райдзу уже написано. Давайте дальше. Ман-Ир-Мей-Ту. Именно так. Эс-Райдзу. Ман-Ир-Мей-Ту. Что мы еще можем делать с дочкой? Мы можем ее любить. Давайте. Эс-Мей-Лу. Ман-Ир-Мей-Ту. То же самое. Я что-то делаю по отношению к кому-то. Эс-Мей-Лу. Ман-Ир-Мей-Ту. Если мы хотим сказать, я люблю своего мужа. Давайте. Эс-Мей-Лу-Ману. Не меняется. В-И-Ру. Эс-Мей-Лу. Ман-Ир-Мей-Лу. Вот так. Все просто. Окей. Сегодня мы еще поучимся задавать вопросы. Помните, в прошлый раз? Мы выучили новое слово ВАЙ. ВАЙ. Оно по какой-то мере не имеет эквивалента в русском языке. Но можно сказать, что оно переводится как ЛИ. Единственное, что ЛИ-то мы не ставим в начало вопроса. Например. Нравится ли тебе твое имя? Нравится ли тебе твоя работа? Ну, мы даже бы так и не задали этот вопрос. Правильно мы бы сказали. Тебе нравится твоя работа? Тебе нравится твое имя? Поэтому давайте просто скажем, что эквивалента ВАЙ в русском языке нет. И давайте позадаем вопросы. Из нашего списка самых употребимых слов мы узнали слово КА. Это КАК. КАК. КАК вопросительное слово, да? КА-ТЕВИ-САУЦ. Обычно самое первое предложение в большинстве разговорников. КАК ТЕБЯ ЗОВОТ. Сразу просматриваем, конечно, такие параллели. ТЕВИ-МА-НИ заканчивается на одну и ту же букву. Очень похоже. МАНИ-САУЦ, ТЕВИ-САУЦ, МАНИ-САУЦ, ТЕВИ-САУЦ. Соответственно. КА-ТЕВИ-САУЦ. КА-ТЕВИ-САУЦ. Следующее. ЦИК. Это СКОЛЬКА. ЦИК. СКОЛЬКА. ЦИК. Это СКОЛЬКА. ЦИК-ЦИК-ЦИК. Привыкаем. Да, такое смешное слово. Вы будете его использовать часто, например, чтобы на базаре спросить, а сколько это стоит. Я думаю, что на следующем уроке мы как раз это выучим. Мы немножко больше посмотрим на глаголы и на другие вещи. Поэтому на данный момент запоминаем ЦИК. А СТОИК будет в следующий раз. Правда? Сначала мы спросим. ЦИК ТЕУ ИРГАДУ. ЦИК ТЕУ ИРГАДУ. ЦИК ТЕУ похоже на МАН. Выполняет ту же самую функцию. Вот, например, МАН ИР. Значит, ТЕУ ИР. То же самое. Везде, где бы мы поставили МАН, если мы говорим о ТЕБЕ, то тогда мы ставим туда же ТЕУ. Маленький нюанс. Смотрите, У я даже выделила красненький. Помните, я вам говорила, что в отличие от русского, в латышском языке множественное число слова ГАЦ. Вот он. ГАЦ – это ГОТ. Всегда будет ГАДЫ. Во многом это так. Но, если честно, не на 100%. Немножко, да. Немножко я вас обманула. Дело в том, что существуют параллельные формы. Во многих случаях можно сказать и ГАДЫ, и ГАДУ. Например, если я говорю, что МАНЫР ДИУДЕСМИТ ГАДЫ, можно было бы сказать МАНЫР ДИУДЕСМИТ ГАДУ. То есть, с некоторыми числительными используется вариант ГАДУ. Но, почему до сих пор мы с этим не встречались? Потому что это параллельные формы. можно говорить и МАНЫР ДИУДЕСМИТ ГАДЫ. Смело. Где-то нельзя сказать, к сожалению. Где нет параллельной формы, это именно в этом вопросе. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? И поэтому только в этом вопросе мы с вами научимся говорить, сколько тебе лет? СИК ТЕУ ИР ГАДУ. СИК ТЕУ ИР ГАДУ. Отвечая, мы смело используем ГАДЫ в нормальной форме. Но в вопросе мы задаем ЦИК ТЕУ ИР ГАДУ. Привыкаем. Что поделать? Немножечко такой маленький нюанс латышского языка. Ну, так и нормально, правда? К чему-то ж надо привыкать. Хорошо. Следующий вопрос. Это как раз вопрос к тому ответу, когда Анна говорит ЭС СТРАДАЮ СКОЛА. Сейчас мы зададим вопрос, где же ты работаешь? Где это КУР? КУР. Вот оно, это красненькое слово. КУР. КУР. КУРТУ – это ты, всё понятно. СТРАДА. Во-первых, помним о ААА. КУР ТУ СТРАДА. КУР ТУ СТРАДА. КУР ТУ СТРАДА. Помните, не раз я уже повторяла, что когда речь идёт ОБО МНЕ, то есть о том, что делаю я, например, ЭС СТРАДАЮ. Глагол будет заканчиваться на У. И помните, если мы говорили о тебе, у нас был, ну, по крайней мере, один глагол уже. Точно. Мы такое предложение, мы в прошлый раз его с вами записали. Давайте напишем ещё раз. КУР ТУ ДА РЫ. Что ты делаешь? ТУ РЫ. Ну, так вот. Довольно часто, если мы говорим о том, что ты делаешь, окончание будет как раз И. Но, к сожалению, не всегда. Вот у нас пример того, что будут и другие окончания. К сожалению, это так. Поэтому просто что с вами сделаем? Мы сначала выучим формы самых употребительных глаголов. Например, выражение КОТУ ДАРИ у нас, конечно же, идёт на холодильник. По той простой причине, что мы вот прямо это предложение можем очень часто использовать. Поверите. Что ты делаешь? Это очень часто используемый вопрос. Поэтому просто выписываем КОТУ ДАРИ на холодильник, на входную дверь. Куда ещё? Не знаю, на тумбочку какую-нибудь. КОТУ ДАРИ. КОТУ ДАРИ. Запоминаем. И тоже запоминаем. Тут же выписываем. КОТУ СТРАДА. Опять-таки речь идёт о ТУ. Но форма будет совсем другая. Что делать? Ничего. Мы с вами это запишем и запомним. Но что будет потом, когда мы будем учить новые глаголы, то тогда мы будем их ранжировать. Мы будем их подписывать либо под ДАРИ, либо под СТРАДА. То есть у нас не будет, как вы понимаете, их не бесконечное количество этих форм. Логично, да? Их буквально несколько. Что когда ты что-то делаешь, это может быть на И, это может заканчиваться на А, и ещё парочку вариантов. То есть мы самые употребительные с вами учим. Прямо вот в предложении. КОТУ ДАРИ. КОТУ СТРАДА. А потом мы уже в следующие глаголы будем их подпихивать. А, это в этой категории, это как ДАРИ, а это как СТРАДА. Правильно? Отлично. Давайте дальше. Помните, Анна у нас сказала, что МАН ПАТЫК МАН СДАРПС. Она говорит, что ей нравится её работа. Ну, давайте зададим этот вопрос. А нравится ли тебе твоя работа? Тебе нравится твоя работа? Вот он. ВАЙ. ВАЙ. ТЕУ ПАТЫК ТАУС ДАРПС. НЕ РАВИЦА ЦИБЕТ ВАЯ РАБОТА. ВАЙ. ТЕВ ПАТИК ТАВС ДАРПС. ВАЙ ТЕВ ПАТИК ТАВС ДАРПС. ВАЙ ТЕВ ПАТИК ТАВС ДАРПС. ВАЙ. Следующая, тоже слайд. ВАЙ ТЕВ ИР МАСА. Если у тебя сестра. Тебе есть сестра. ВАЙ ТЕВ ИР МАСА. Дальше. КАА САУДС ТАВУ МАСУ. Вот у нас было КАА ТЕВИ САУДС. И тут то же самое КАА САУДС. И только КАГО ЧТО. ТАВУ МАСУ. КАА САУДС ТАВУ МАСУ. Как зовут твою сестру. Следующая, опять СВАЙ. Смотрите, какое употребительное действительно слово. Надо его запомнить. И использовать. ВАЙ ТАВАЙ МАСА ИР СУНС. Есть ли у твоей сестри сабака? ВАЙ ТАВАЙ МАСА ИР СУНС. У твоей сестри сабака? ВАЙ ТАВАЙ МАСА ИР СУНС. ВАЙ ТАВАЙ МАСА ИР СУНС. Следующая. КУР ТУ ДЗИВО. КУР мы уже знаем, это что? Это где? Смотрите. КУР ТУ СТРАДА. И КУР ТУ ДЗИВО. Опять-таки, это ТУ. К сожалению, глагол не заканчивается ни на И, ни на А. Он заканчивается на О. ДЗИВО. Когда мы выучим достаточное количество глаголов, на данный момент мы их просто учим. Понятно, что ДЗИВОТ – это очень-очень-очень употребляемый часто глагол, поэтому мы это выучиваем. КУР ТУ ДЗИВО, КУР ТУ СТРАДА, КУР ТУ ДЗИВО, КУР ТУ СТРАДА, КУР ТУ ДЗИВО. Мы это учим. Вот у нас, смотрите, аж много-много кандидатов на холодильник. Выписываем. КУР ТУ ДАРЫ, КУР ТУ СТРАДА, КУР ТУ ДЗИВО. Мы это выписываем обязательно. Когда у нас будет уже такая критическая масса, мы все эти глаголы выпишем в табличку и просто поймём, что мы всё знаем. На данный момент мы их выучиваем в такой форме, в которой они употребляются. А давайте все эти три глагола скажем в форме Я. Например, что я делаю? КУР ЭС ДАРУ, У, где я работаю? КУР ЭС СТРАДАЮ, то есть Ю, да, Е и У, опять У. Или где я живу? КУР ЭС ДЗИВО, Ю, Е и У. Да. Какие-то закономерности вы уже видите, правильно? Если я ДАРУ, то ты ДАРЫ, там Е не появляется, правда? А вот если СТРАДАЮ, то мы как будто убираем это Ю и оставляем то, что там осталось. И тогда говорим о тебе. КУР ТУ СТРАДА. Или, например, ДЗИВО, Ю. Опять убираем Ю, и то, что остаётся, ДЗИВО, вот это будешь ты. Какие-то закономерности уже просматриваются, поэтому на данный момент мы это учим прямо в предложении, вешаем на холодильничек, а потом мы это всё очень красиво соберём и разберём. Ну что, на сегодня хватит? АТА? ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!